Сдерживание кундалини с помощью тантры для творческого проявления. В духовном путешествии, когда кундалини начинает поступательно подниматься от основания, благодаря духовной работе, которую вы, возможно, выполняете, например, медитации на чакры, тогда иногда движение энергии может ощущаться очень сексуальным. И это может привести к усилению сексуального желания, которое желает быть реализованным. Но это не обязательно означает, что оно должно быть выражено сексуально. Возможно, потому что ситуация не подходит для этого, или потенциальный партнер недоступен, или потому что энергия должна быть сдержана и выражена другим способом, что может затем стать удивительно творческим в вашей жизни. Вы можете сдержать свою сексуальность и воплотить в жизнь с помощью особых практик тантры. Высвобождение кундалини, которое ощущается сексуальной. Высвобождаемая энергия кундалини может казаться очень сексуальной, но зачастую существует тонкая грань между этой и чисто творческой энергией. Они очень тесно связаны. Так что вы вполне можете обнаружить, что работая над тем, чтобы сдерживать чувства внутри, не обязательно выражая сексуально, вы начинаете рисовать всевозможные рефлексивные выражения из поля вокруг себя. Например, красивую птицу или какое-то другое существо в природе, мощные синхронистичности, изменяющие жизнь. Вы можете быть свидетелями синхронного формирования облаков на небесах и формирования 5D-связей с новыми людьми и творческих ситуаций, входящих в вашу жизнь. Одним из важных аспектов активации кундалини и ее сдерживания является то, что вы, скорее всего, начнете видеть вокруг себя многочисленные отражения вашего Близнецового пламени. В подходе «Опенланд» Близнецовое пламя не воплощается физически. Скорее, это другая полярность души, которая обретает форму около источника, так как душа начинает течь в форму, когда она воплощается. Таким образом, в этот момент душа условно делится на две части. Одна часть, Близнецовое пламя, остается близко к источнику, а другая воплощается. Когда душа достаточно активна и интегрирована в воплощенном путешествии, Близнецовое пламя начинает генерировать отражение в поле вокруг воплощенной души. Таким образом, действую как самонаводящийся маяк, увлекая душу через жизнь, через универсальный тор, приглашая к более глубокой интеграции и, следовательно, постепенному восхождению обратно к источнику, внутреннее путешествие, которое отражается во внешнем мире. Вопрос в том, как овладеть этим движением, когда оно может ощущаться в основном сексуальным, но сексуальные побуждения не обязательно должны быть взаимными или нет необходимых условий для полного сексуального выражения. Краткое описание практики тантры. Именно здесь практика тантры становится существенной, что для меня, по сути, выходит за пределы физического опыта, проникая через него с осознанием и полностью возвращая выраженную энергию внутрь себя. По сути, вы позволяете энергии кундалини течь поддерживаемой ежедневной духовной практикой. Тогда вы можете стать свидетелями того, как кто-то активирует в вас сексуальные побуждения, но там, где для этого необязательно есть возможность. Тем не менее, вы можете позволить чувствам течь, но быть ясным, чтобы вернуть цикл энергии внутрь себя. Как это сделать? Это распознавание того, что любое сексуальное удовлетворение, например, оргазм, порождается ощущением полноты, которое происходит внутри вас. Это похоже на то, как если бы реализованный аспект вас встречался и соединялся с нереализованным аспектом прямо у источника. У вас, по сути, происходит процесс объединения с вашим близнецовым пламенем. Вот почему это может казаться таким прекрасным. Но вы должны практиковать возвращение энергии внутрь, а не привязываться к внешнему объекту. Вы позволяете ей течь, выражая свое желание, но работая над тем, чтобы оставаться полностью присутствующим и возвращая энергию обратно к вам в цикл. Вы буквально чувствуете воплощение энергии внутри себя. Это можно практиковать в реальной сексуальной близости с партнером или путем самодовлетворения. Будьте внимательны во время освобождения, чтобы довести цикл сознания к полноте источника внутри. Но, как я уже сказал, эта тантрическая практика не ограничивается только сексуальной близостью. Пожалуйста, обратите внимание. Также важно добавить, что если внешнее отражение в ком-то порождает сексуальное желание внутри вас, но человек не отвечает взаимностью, не воображайте, что вы сексуально удовлетворяетесь с ним через эту тантрическую практику сдерживания. Риск состоит в том, что вы создаете нежелательные энергетические связи через поле с ним в любом случае, что было бы вторжением в частную жизнь и суверенитет другого человека. Но возможно, что отражения, которые вы видите, создают воображаемое видение, не связанное с предметом, которое затем может быть прекрасно выражено сексуально. через в божественно-священной форме, это не просто сексуальность, но глубоко выраженная чувственность, широко соединяющаяся через ощущение, нежность и чувствительность к себе, где блоки созданы искаженным тантрическим опытом. Эта форма тантры очень развита и движение энергии, вероятно, выявят внутренние блоки, такие как, например, в крестце, где нереализованная душа может быть привязана во взаимоотношениях. Если вы замечаете, что это происходит, важно закрепить свои практики, настройки чакр, но также быть ясными и работать в повседневной жизни там, где может возникать привязанность. Речь идет о том, чтобы ослабить блок, выявить, где может быть подсознательная потребность, довести это до сознания и осознать полноту того, кто вы уже есть. Также важно отметить, что искаженное выражение высвобождения энергии кундалини, которая затем застревает в определенных чакрах, таких как, например, чакра крестца, может допускать межпространственные сущности, которые затем желают использовать высвобождающуюся энергию. Я видел, как они подпитывали чисто сексуальное желание, чтобы использовать эту энергию, которая является одной из высших форм божественной энергии. Отсюда и риск стать целью. Поэтому важно быть бдительными, полностью осознанными и сведущими в своем собственном поле. И всегда ищите выравненное выражение чувства и ощущение правильности в том, как вы выражаетесь, и особенно в сексуальном плане. Практика тантры жизни. Если мы сможем овладеть удержанием восходящей кундалини, не обязательно выражая ее сексуально, но затем постепенно преобразуя неуместное желание во внутреннее воплощение завершенности энергии, тогда вы все больше и больше будете обнаруживать, что энергия интегрирована в ваше поле и жизнь, чтобы быть выраженной магически, бесчисленными способами, когда вы едите пищу, например, вы полностью пробуете ее, полностью присутствуя в ней, и снова наслаждение от физического вкуса и удовлетворение, как потребление, воплощается в наблюдении чувства завершенности внутри вас, когда вы едите. Если мы будем практиковать этот тантрический подход, то с большой вероятностью вы станете свидетелями отражения вашего близнецового пламени постепенно повсюду вокруг вас в жизни, в природе, в песнях и музыке, в сиянии глаз человека, на вывеске на рекламном щите вы становитесь свидетелем чего-то, чувствуете возникновение энергии, но затем воплощаете это как чувство исполненной полноты в данный момент. Это ощущается совершенно божественно, как будто вы постоянно живете с божественным присутствием, воплощением вас повсюду вокруг вас. Это не только ощущается волшебно, но и заключенный в этом внутренний потенциал становится мощным, творческим двигателем, проявляющимся в вашей жизни. Эта воплощенная тантрическая энергия затем нормализуется внутри вас, это становится образом жизни, в котором жизнь танцует вокруг вас, постоянно творит и исполняется как чувство полноты внутри. Это может быть выражено сексуально, но не обязательно. Это просто творческий подход, просто божественно. Я призываю всех, с кем резонирует мой рассказ, исследовать то, что я поведал, но таким способом, который ощущается подходящим для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok